Можно ли быть дошкольником, но при этом ходить в школу? Да, если это школа самбо при детском саде номер 22. Она торжественно открылась 14 ноября накануне Всероссийского дня самбо. 25 мальчишек и девчонок в красных и синих курточках самбистов с серьёзным видом выполняют упражнения, которые выучили на первых тренировках. Стараются, потому что знают, для чего им это нужно. Чтобы быть смелым, храбрым, отважным и защищать слабых. Их успехи ещё впереди, а садик ладушки уже победитель. Выиграл Гранд Фос Агро «Творим добро вместе». Благодаря этому оборудовали спортивный зал, приобрели форму для самбистов и пригласили тренера, мастера спорта международного класса Анатолия Сучкова. Наставник в учеников своих верит, потому что знает, как сделать из сорванца спортсмена. Через месяц понимает уже, где лево, где право. Что значит передвижение пристальным шагом, что значит ходьба гусиным шагом, ходьба под скоком, бег под скоком. Вот всё это он уже начинает понимать, он уже всё, ему это интересно. То есть идёт тренировка, сама себе нацелена на движение. Ребёнка надо влюбить. Как ты только ребёнка влюбил, в этот вид спорта или в тренера, всё, ребёнок уже будет привязан к этому надолго. Кстати, это второе отделение школы самбо в детском саду номер 22. Первое открылось несколько месяцев назад при поддержке компании «Фосагра» и «Анод Рост» Балакова в филиале «Ладушек» на улице Волжская. Опыт удался. 17 подготовишек детского сада, успев перед выпуском походить на тренировки к Анатолию Сучкову, полюбили борьбу и записались в спортшколу «Олимпик». А администрация детского сада выдвинула проект «Школа самбо» на соискание гранта, чтобы росли будущие чемпионы и во втором корпусе «Ладушек». Задача нашего проекта – заинтересовать детей, заинтересовать родителей, создать возможность получения такого замечательного опыта, как занятие самбо на базе детского сада, чтобы родители минимально отвлекались от работы, а в более старшем возрасте, в школьном, дети смогут продолжить своё занятие в той же школе, в спортивной школе «Олимпик». У меня даже не было сомнений, нужно или нет, потому что она у меня девушка достаточно активная, первое занятие, она пришла такая довольная, и я вижу, что ей это нравится. Отдельная благодарность всем тем, кто поучаствовал в этом процессе и создал такую красоту для наших детей. Благодарим. Главная задача проекта созвучна девизу «Движение ДРОСТ» «Детям России образование, здоровье и духовность». Вот и клятва, которую дошколята произнесли накануне Дня самбо, говорит как раз об этом. Воспитывать в себе скромность, аккуратность и вежливость. На пути к успехам будут расти и трудности, но у юных самбистов есть и талисман. Наталья Красильникова, заместитель директора Балаковского филиала АО «Апатит», принесла детям в подарок медвежонка-самбиста. Он будет поддерживать волю ладушек к победе.